Сегодня понедельник, имеем день тяжелый, но он стал особенно тяжелым, поскольку на выходных многие наши клиенты, подписчики, друзья получили информацию, что в США закрываются визовые центры по оформлению подготовки виз в Российскую Федерацию. Эта новость не дала сначала спать многим из наших подписчиков, а потом нам продуктивно работать. И вот, пользуясь возможностью, я записываю твое видео, чтобы донести его широким массам тем нашим друзьям, которые еще не успели нам позвонить, может быть, это их остановит, если они послушают, просмотрят это видео. С вами Вадим Печерский, иммиграционный консультант, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайк, мы будем очень за это признательны. Что происходит? На выходных была опубликована новость, что закрываются в США визовые центры по оформлению виз в Россию. Наша компания уже много различных катаклизмов пережила. Мы пережили сначала землетрясение в Лос-Анджелесе, потом террористический акт, который полностью убил на тот момент всю травл-индустрию, пандемию, закрытие консульства России в Сан-Франциско, а сейчас идет война, санкции, то есть мы адаптируемся, поскольку мы все иммигранты из бывшего Советского Союза и этих всех республик, то мы умеем адаптироваться к изменениям и к этому тоже адаптируемся. Давайте разберемся, что такое визовые центры. Сначала, что входит в их функции до того, как будем паниковать, что визы больше в Россию не выдаются. Визовый центр – это или коммерческая, или коммерческая организация вместе в содружестве с госструктурой, которая по контракту с Министерством странных дел осуществляет визовую помощь дипломатическим представительствам. То есть они не выдают визу, они принимают документы, они определяют их легитимность, наличие соответствия и затем с бантиком передают в посольство. Когда-то у меня и моего партнера появилась эта идея создания визового центра, по примеру, визовых центров других стран. Тогда еще Россия не пользовалась визовыми центрами, а мы уже работали тогда в этой индустрии. И вот это было после проведения первых президентских выборов в Лос-Анджелесе, где мы предоставили свои ресурсы для проведения выборов, предоставили свои ресурсы для первой тогда выездной сессии. И вот мы думали, что вот, в принципе, на волне этого мероприятия, может, мы сможем организовать визовый центр. Взяли специалистов, аналитиков, финансистов, просчитали все красиво, сколько нужно, чего нужно, какая польза будет, какие вложения. Ну, для нас это был коммерческий проект. И тогда с этим коммерческим проектом мы нашли каких-то чиновников, не помню, по-моему, в Думе заседающих, где нам сказали, что даже чтобы типа что-то просто обсудить, нужно было по тем временам, а это было 90-е годы, нужно было 3 миллиона долларов. Ну, какие 3 миллиона долларов, когда у нас там было 3 партнера, нам было по 25-26 лет, мы только закончили университет, одолжили каждый по 5 тысяч, и вот нам стоило 15 тысяч, чтобы открыть компанию. Мы о миллионах не думали тогда, и когда это услышали, конечно, упали в осадок. А потом узнали, что, оказывается, в визовой центре прекрасная, интересная коммерческая тема, она была где-то лет через 5 после того, что мы это хотели сделать, все-таки введенная, как мы знаем, что это как-то семья Лаврова имеет к этому какое-то отношение. Ну, кто бы сомневался. Итак, эти визовые центры – это компания, которая получает дополнительные деньги. То есть, что значит дополнительные? То есть, вы в посольстве, например, платите 400 долларов госпошину, а им платите 200 долларов за вот эту подготовку всей документации. Избежать это невозможно. Это добровольно принудительно. То есть, вы не можете документы подать в посольство, вы должны их подавать в визовый центр, который проверяет соответствие квалификационные моменты, и затем или дорабатывает, или отправляет вам обратно, или передает документы в посольство. Так вот, сейчас было заявление посла Российской Федерации, что визовые центры упразднены. Им также требует Госдепартамент США о сокращении 40% дипломатического состава. То есть, сначала им перекрывают кислород в виде арестов, аннулирования их банковских счетов, поэтому деньги посольству соберут только наличными или в виде манья ордеров. То есть, это напоминает мне эпоху, когда, помните, мы пейджеры, еще застали тех, кто застали пейджеры. Вот мы на том же уровне, у нас наличные, начали как-то крутиться после того, что пандемия, в принципе, полностью на 90% убила наличные в деньгообороте, на всяком случае в таких бизнесах, как наш, где все осуществляется банковскими переводами, кредитными карточками, кроме посольских консульских сборов. И вот теперь закрытием, что произойдет? Закрытием этих визовых центров. Будет ли это проблема? Потому что огромное количество людей кричит, все, визу в Россию не получить. Да получить. Это крик не исходит от потребителя. Это крик посольства, который говорит, что у нас забрали единицу рабочую, которая помогала нам в оформлении виз. Ну, давайте объективности ради, скажем, что сейчас, мое личное мнение, ничем, может быть, кроме своих пониманий, не обоснованно, что никакая-то не сумасшедшая потеря, в принципе. И почему я это говорю? До начала военных действий в Украине сезон визового туризма в Россию начинался где-то в апреле месяце. В апреле, с апреля по июнь месяц, по начало июня, мы в день оформляли 10 виз. Это, мы говорим, оборот, в день. 10 виз в день – это был просто вот минимум, который мы делали. Их было больше, могли быть группы, там, и по 30, и по 40 человек, но 10 виз в день на тот момент на 2 или на 3 офиса – это был вот наш объем. С начала военных действий в Украине оформление виз у нас может быть в квартал, в 3 месяца 1, 2, 3 визы. То есть 1 виза в месяц. Вот это средний оборот. И мы далеко, а не маленькая компания, имеющая представительство 2 в Лос-Ажелесе, Сан-Диего, Майами, в Техасе имеем представительство, мы имеем агента в Нью-Йорке, в Лас-Вегасе. То есть это наш объем по поводу виз после, там, почти 30 лет нахождения в бизнесе. Поэтому я считаю, что и в других офисах, в других городах этот поток сократился. Поэтому этот визовый центр уже, в принципе, в этой ситуации 2 года дышит на ладан. А теперь его закрыли. Ну, это больше для меня такой, знаете, вот она санкция. Больше звука, чем боли. И для потребителя, для тех, кто хочет получать по-прежнему, имея желание получить визу, ничего страшного не произошло. Посмотрим, может быть, это будет даже выгодней, потому что вы платили там порядка 200 долларов, скажем, посреднической структуре, которой вы не могли избежать. То есть если нас, как визовое агентство, вы можете обойти, то визовый центр вы обойти не можете. Вы им обязаны платить и делать через них, даже если хотите делать самостоятельно. Вот теперь у вас появилась возможность сделать это самостоятельно без них. Возможно, сейчас в то время, когда посольство пока еще не сориентировалось, то цена образования будет таким же минус вот эти 200 долларов. Может быть, эти 200 долларов они докинут. Может быть, они 400 долларов наверх докинут. Но эта нагрузка падает на существующий коллектив посольств и консульств. А еще если забрать у них 40%, то да, им будет тяжело. Возможно, и нам будет дороже, но пока им тяжело. Поэтому вот все, что значит закрытие визовых центров на территории США. Это если сюда не привлекать политику и все остальные лозунги и пропаганду. Вот в сухом остатке что это значит. Надеемся, что вся эта информация была для вас полезна и интересна. С вами было визовое агентство Rush in Documentation Center и Вадим Печерский. Всего доброго!